На улицах Управленческого как никогда многолюдно. Повсюду слышны музыка, песни и задорный смех. Жители поздравляют друг друга с днем рождения поселка и признаются ему в любви. Вообще от всех остальных поселков, городков наших Самары Управленческий самый прекрасный городок. Теплый и люди здесь доброжелательные. Очень даже. Все веселые, доброжелательные. Это видно. Вон сколько у нас ансамблей выступает, сколько хор выступает. У нас много-много всяких разных мероприятий танцевальных. Во-первых, этот поселок расположен близко от Волги. Прекрасный воздух, вокруг лесом окружен. Все прекрасно. В 1916 году было принято решение построить в районе Коптево-Оврага пороховой завод. Именно с этого момента и ведет свою историю поселок. Но нынешнее свое название он получил в 30-х годах, когда на Волге между Жигулевскими и Сокольями горами решили построить плотину и гидроэлектростанцию. Возвести успели лишь поселок и комплекс управления Куйбышевским гидроузлом. Отсюда и название – Управленческий. А строительство ГЭС так и не началось. С началом войны в Управленческий был перенесен завод из Киева. Позже к нему присоединился еще один из Москвы. Объединенный завод стал называться номер 145 имени Кирова. Сейчас это завод Кузнецов. На тот момент здесь проживала техническая элита страны. История поселка в фотографиях представлена на выставке в Доме культуры Чайка. На уникальных фотоснимках запечатлены все вехи жизни Управленческого. Это все было благодаря тому, все эти события исторические происходили и доверие, которое оказывало правительство страны поселку Управленческий, происходило благодаря тому, что здесь работали, работают и будут работать долгие годы. Очень трудолюбивые, профессиональные люди, собранные люди. Люди, понимающие, что такое единство. Люди, понимающие, что такое государственность и что такое государство. Управленческий по праву считается самым живописным местом Самары. Вертолетная площадка на Управленческом стала достопримечательностью общегородского масштаба. Сюда приезжают самарцы со всего города, чтобы полюбоваться живописными видами. А молодожены обязательно включают вертолетку в свой свадебный маршрут. Марина Матвеевшина, Константин Головин. События. Марина Матвеевшина, Константин Головин.